Всем привет, меня зовут Илья, мой игровой никнейм КАМАЗ. Сегодня я играю в игру Dying Light 2 и хочу показать очень интересное познавательное видео для многих игроков Dying Light 2. Очень многие из игроков жалуются до сих пор и раньше жаловались, что игра довольно таки размыленная графика в ней и мне тоже это не нравится и не нравилось никогда я все это время сколько играл старался найти какой-то оптимальный вариант графики для того чтобы было комфортно играть и картинка так глаз не не раздражала я его нашел этот вариант как можно настроить видеокарту чтобы картинка была прям персик отличная грубо так сказать ну вот и сейчас показываю в этом видео как она сейчас выглядит вот такое чувствуется мыло сейчас я покажу побегаю растительность размыленная окружение такое все размыленное частота кадров сейчас на данный момент 50 видеокарта у меня rtx 2060 такая конечно же старенькая но игру в принципе вытягивает без проблем вот это вот ну видно как бы бегаешь такое какое-то замыленное некрасивое не очень можно так сказать в общем сейчас я еще немножко пробегусь покажу и потом будем дальше заходить настройки и показывать вам буду что можно сделать и как прям игра сильно преобразится а так ну вот в принципе наверное уже хватит видно что она такая фиговенькая картиночка ладно в общем заходим в настройки так видео значит первое здесь меняем либо не меняем на свое усмотрение потому что если его поменять допустим на зернистый плюс темный грубо говоря будет такой небольшой эффект первой версии игры которые показали на е3 но на самом деле на е3 она выглядела лучше это как бы этот эффект может быть и есть но мне честно говоря он не нравится я играю на обычной такой яркой картинке это вот это вот у нас дальше у нас оконный режим оставляем полный экран дисплей это ваш дисплей размер от интерфейса 100 разрешение естественно можно поставить максимальное для вашего монитора дальше вертикальная синхронизация она тоже дает качество картинки ставим на включенные nvidia рефлекс оставляем включенным режим масштабирования у меня видеокарта nvidia и как раз dls это режим для видеокарт nvidia но я наблюдал что режим fsr2 качество намного но не намного он реально красивее чем dls от nvidia fsr2 это разработка md но тем не менее она работает также на видеокартах nvidia в общем ставим fsr2 качество дальше резкость ставим на максимум на сто процентов гамма у меня 20 у вас не знаю как посмотреть по своему монитору чтобы картинка красивее смотрелось цветовая операция вставим отключить поле зрения у 35 кстати рекомендую всем поставить 35 прям оптимально картинка выглядит большой обзор тому подобное ты можно сделать либо через специальный патч файл либо зайти в настройки системные там поменять фов вручную дальше зернистость отключаем зернистость размытие движение ставим 0 дальше заходим в основные настроечки у нас здесь стоит режим direct x 12 трассировка лучей трассировка лучей очень сильное мыло дает так что мы это мыло нафиг отключаем и трассировку лучей отключаем оставляем direct x 12 просто значит а синхронные вычисления оставляем на включенные я кстати пробовал direct x 11 и 12 на 11 он дает меньше кадров чем на 12 так что рекомендую 12 поставить дальше качество текстура высокая уровень детализации высокий дальность детализации отставляем 100 потому что если поставить 200 300 и там одной промежуточной что-то будет просадка кадров потому что это до дальность прорисовки очень сильно жрет память так что оставляем на 100 но и спереди точнее и в округе выглядит хорошо и там вдали тоже выглядит нормально сглаживание ставим резко качество размытия движения высокой остается качество частиц высокая качество тени от солнца ставим на высоко потому что ультра это у нас трассировка значит дальше качество контактных теней высоко затенение качество затенением модели высоко глобальное освещение высоко и качество отображения тоже высоко все что связано с ультры это как раз включение режима трассировки лучей который дает как раз мыльную картинку но кому-то может быть это нравится мне честно говоря не нравится вот и она как бы прям очень сильно бьет по кадрам то есть так что если играть без трассировки еще сильно кадры в игре поднимутся значит фонарик трассировка лучей его отключаем на хрен качество тумана высокая качество с обработки высокая значит сейчас я покажу как это будет выглядеть сейчас прям картинка преобразится будет более четкой но есть еще небольшая фишечка которая даст еще больший эффект четкости изображения в общем смотрите сохраняем сейчас нам нужно перезапустить ее и как раз посмотрите что сейчас станет картиночка пам 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 я кстати даже удивился я вот публиковал первое свое видео где я пробрался на небольшую часть элизиума посмотрел его где там примерно за два месяца 100 человек 4 человек кому-то понравилось я даже удивился был немножко воодушевлен вот решил еще одно видео записать я думаю это видео будет как раз познавательный для людей потому что я сижу в официальных группах дает лай 2 это многие пишут как люди добиваются такой красивой картинки вот спрашивают конфигурацию оборудования спрашивают настройки как настроить игру так чтобы картинка была без мыла так ну что ж это у нас зашли в игру сейчас будем запускать и вот уже обратите внимание что на четкость моего персонажа у меня вот такую костюм петушка довольно смешно он выглядит на нем но посмотрите на него ведь какой он четенький такой дальше продолжить сейчас вы увидите в самой игре как картинка прям сильно изменилась повысились кадры картинка стала красивая и тому подобное вот этот экран кстати стал более приятный на запуске более четкий ну вот вот результат вот эффект наверное всем видно что прям картинка сильно изменилась она прям стала четенькой вот я пока что камера особо сильно не кручу не верчу вот бегаю вот так вот показываю то есть как бы вот все стало прям четкое красивое можно делать фоточки красивые то есть даже вот так вот посмотреть если на какие-то детали на ландшафте вот видно черепица прям хорошо прорисовано все прям стало отлично выглядеть сейчас я пробегусь также покажу скорость скорость как будто уже бежишь прям чувствуется скорость мне очень нравится когда в играх чувствуется скорость бега а то вот если кстати поставить режим на for 20 максимальной скорость так сильно чувствуется не будет и как бы не бежишь ты как медленно вот здесь утром бежишь как сумасшедших очень нравится так я думаю наверное все уже заметили видно за что картиночка такая прям хорошая стала сейчас я покажу еще что можно сделать это прям чтобы сделать ее сверх четкой четкой здесь в видео она не будет передаваться на записи я уже посмотрел попробовал удивился думаю что за фигня но если вы по факту сами это дело попробуйте сделать включить то в самой игре вы реально заметите еще баб прибавку в четкости изображения так значит смотрите что дальше делаем у меня уже открыто у nvidia есть панель называется geforce experience вот нам как раз нужно зайти туда у меня она уже открытая я сейчас в нее зайду покажу что нужно сделать вот мы заходим geforce experience это вот получается у нас главная страница вот это мои игры которые я люблю играю значит настройки они же крутим и здесь есть такая штука называется масштабирование изображения в елки-палки сейчас минутку убьют угаденыша твою мать куда ты пришел ли да елки-палки блин а вот чё вы портите запись видео так сейчас я куда-нибудь подальше отбегу чтобы они не мешали мне ну как раз можно еще посмотреть за это время что прикольное качество картинки стал но давай блин не хватило у меня скорость ладно хрен с ним покажу пока побегу здесь болен что вы за урода такие вредители как будто где тут у меня безопасная зона есть вот безопасная зона сейчас безопасную зону а вы пока посмотрите вот какая прикольное качество картиночка сейчас ой там не прикольная безопасная зона вон туда он чуть побегу там получше будет вот здесь нормально ну вот смотрите какая у нас пшеничка растет красивая персонаж так ладно откликаюсь значит заходим geforce experience здесь есть масштабирование изображения нажимаем на него включить поставить ставим 85 разрешение рейтинг рендеринга и увеличение резкости чтобы красиво комфортно было ставим на 100 поставить и будет стрёмно выглядеть 50 тоже стремновато вот если поставить 20 то будет прям конфета в общем я сейчас поставил на видео это не передастся не передается я не знаю почему а точнее я знаю почему потому что это работает как фильтр наложенный на графику но если вы сами также сделайте как я сейчас вам показал вы увидите что картинка стала еще четче вот то есть как грубо говоря если поставить 100 она прям будет прям ликор но не очень резкая не очень красивая вот когда 20 то будет довольно хорошо так ну что на этом я завершаю свое видео надеюсь она вам понравилось надеюсь она была для вас познавательно надеюсь вы победили эту дурацкую проблему с размытием с размыльной картинкой размытием на экране вот сейчас я еще раз показываю вот такая вот хорошенькая картиночка красивая стала вот в общем пользуйтесь пользуйтесь этим этими настройками всем спасибо за просмотр ставьте мне пожалуйста лайки они мне воодушевляют на запись новых каких-то видео так что жду от вас лайки подписки используйте в мои советы спасибо вам до свидания это был камаз спасибо за просмотр